Нартик ТВ. Время новостей. В студии Максим Галямин. Здравствуйте. И коротко о главных темах этого выпуска. Присмотрят за дорожными работами. Иногда даже с рулеточкой подходим и измеряем. Каков прогноз по ремонту магистрали Мурманска? Пенсия вчера, сегодня и завтра. Вопросов, конечно, было много. Региональные уполномоченные по правам человека о своей работе. Праздничная терапия. Добровольцы подарили пациентам детской больницы лучшее лекарство. Радость. Андрей Чибис принял участие в Госсовете по развитию Арктики. Сразу два важных блока вопросов рассмотрели на рабочей группе. Предложено ввести понятие «опорные арктические города». В него войдут экономические центры, которые сейчас и в будущем будут опорой развития арктической зоны. Для этого требуется повышение объема инвестиций из федерального бюджета на создание достойной социальной инфраструктуры. Одним из таких инструментов может стать увеличение президентской единой субсидии для Арктики. Второе предложение озвучил министр науки высшего образования России Валерий Фольков. Решено скорректировать программу «Приоритет-2030», чтобы университеты Арктической зоны могли участвовать в проекте. Это значит, что регион может получить дополнительные средства на ремонт зданий университетов и студенческих городков, закупку нового оборудования и финансирование современных программ. В городе Героя состоялась встреча с уполномоченным по правам человека в Мормонской области, который поделился итогами работы за последний год. Например, количество обращений в его адрес заметно увеличилось. Большинство касаются темы спецоперации. По словам регионального уполномоченного по правам человека, последние три года похожи на некую турбулентность. Это время пандемии, а также начавшейся специальной военной операции. Вся система правозащиты была пересмотрена и претерпела определенные изменения. Например, в связи с СВО возросло и число профильных обращений, связанных с мобилизацией, повестками, социальной защитой и поддержкой участников боевых действий. Вопросов, конечно, было много. И к уполномоченному, и к иным органам власти. Правильно пошел, правильно не пошел. Вот, разумеется, были люди, которые не хотели идти в зону боевых действий. Кого-то убеждали, с кем-то разговаривали. Разумеется, это слезы, это практически работа 24 на 7, то есть общение с семьями военнослужащих. Более того, уполномоченный планирует тесно сотрудничать с фондом поддержки участников СВО, который был создан по распоряжению президента Российской Федерации. Мы с ним в дальнейшем будем активно взаимодействовать. И думаю, что этих вопросов будет от мобилизованных. И от тех людей, которые участвуют в СВО, в специальной военной операции, будет все меньше и меньше. Что касается других итогов работы, то, к примеру, в 22-м году был создан Молодежный общественный совет, который стал четвертым в стране. Сформирована команда внештатных помощников, уполномоченного по правам человека в муниципалитетах, а также продолжается реализация трех успешных проектов. Конституции молодежь, пенсия вчера, сегодня и завтра и острое перо. 10 мая был дан старт дорожных работ на Кульском проспекте. Чем так рано рабочие выходят на объекты, вероятно, впервые. Причем с ремонтами не затягивают. Процесс готовности может оценить любой житель Мурманска. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманске в этом сезоне отремонтируют 18 участков общей протяженностью 14 километров. Один из объектов на Кольском проспекте – от Морской до Пономарева. На 13 мы уже работали. Один из основных участков, одна из ключевых артерий города – Кольский проспект. Около 900 метров протяженность участка. Сейчас уже большая часть работы проделана. Нижние слои асфальт-бетонного основания уже устилаются. Работа почти закончена. Большое количество бортового камня нового поставлено. Ежедневно больше трети жителей Мурманска проезжают по Кольскому проспекту. Поэтому данный участок находится на особом контроле. «Иногда даже с рулеточкой подходим и измеряем любопытство, и потом задавая вопросы специалистам, все ли верно делается, вот это делают депутаты. Дорога эта ремонтируется у нас практически регулярно. Мы постоянно здесь видим колейность, постоянно об этом сигнализируем в администрацию города. Но вот то, что я сейчас и сказала, своевременно, без гонки, без спешки, в нормальных погодных условиях выполняемые работы дают надежду на то, что теперь они будут выполнены на более высоком уровне и более качественно». На улице Планерной и Карла Маркса, еще одном участке, работы выполнены на 70%. Помимо основных для ремонта объектов, есть и дополнительные. «У нас есть дополнительные объемы, которые мы хотим сделать в этом году. Это и Нижнеростинское шоссе, и участок Подгорной улицы, в котором необходимо зайти с капитальным ремонтом». Обычно пик дорожных работ приходится на июль и август, но в этом году они стартовали в мае. Поэтому успеть все рабочие обещают к осени, чтобы мурманчане вернулись с отпусков в комфортные городские условия. В Оленигорске глава города Иван Лебедев провел ставший уже традиционным обход по улицам муниципалитета. На повестке дня проверка капитального ремонта Дома физкультуры и обновление дворовых территорий. В обходе принимал участие и наша коллега Анна Шинкаренко. В этом году погода позволяет начать ремонт дорог и дворовых территорий гораздо раньше. Сейчас в Оленигорске идут работы по нескольким адресам. Один из них – Парковая, 25. Жители давно ждали обновления этой территории. «Первым делом заявили дворовую территорию, потому что она уже пришла в очень негодное состояние. Колодцы уже находились в аварийном состоянии. Проезд зимой и летом был очень затруднен». Этот микрорайон города считается густонаселенным. Поэтому задача не только положить новый асфальт, но и рационально разделить эту площадь на пешеходную зону и парковочные места. Как отмечает глава города, в этом вопросе важен комплексный подход. Следующий немаловажный социально значимый участок дороги – проезд от улицы Строительной с выездом на космонавтов. Здесь частые пешеходы – дети. Ведь с одной стороны детский сад, а с другой – школа. «Тротуара здесь не было, поэтому проект был сложный. Нужно было не только восстановить дорожное полотно, но и сразу же организовать тротуар для того, чтобы родителям было удобно. Особенно подход к детскому саду с колясками, когда у нас идут, забирают родители, чтобы был тротуар, чтобы это было безопасно. И также доступ к школе был». Помимо этого, рядом находится общество инвалидов, для которых также создают комфортную среду. К концу августа здесь появится тротуар и дорога со всеми необходимыми дорожными знаками. Также обновления ждут улицы Строительная, Мира, Бардина и Дворовая территория на Южной. «В случае разгружения, то есть все сопряжения, все части армировки, они приходят в исходное положение, как изначально в 68-м году было запранировано». «То есть все лишнее, что было сделано, мы убираем». «Да». А это уже обсуждение плана строительства чаши плавательного бассейна в Доме физкультуры и спорта. Здание было построено в 1968 году. И с тех пор это его первое капитальное обновление. Иван Лебедев провел нам небольшую экскурсию. Сейчас рабочий убирает старую плитку. Капитальный ремонт спортивного комплекса выполняет подрядная организация из Санкт-Петербурга. Для них такие работы не в новинку. Начались они в сентябре 2022 года. То есть были в начале первичные работы это по благоустройству, то есть ограждению, потом демонтаж у нас ось 1-8, это как вы могли увидеть, это спортивный зал. Последующими работами перетекающие в капитальный ремонт бассейна, это чаши бассейна, то есть это с демонтажом плитки. Специалистам предстоит заменить все инженерные сети. А пока эти работы не начались, мы заглянули в самое сердце плавательного бассейна. Это химводоподготовка. Установка, которая делает воду голубой и чистой. Три насоса у нас стоят, три, четыре фильтра больших стоят. Если брать по технологическому процессу, насосы закачивают воду, они попадают в фильтра. Тут разный песок специализированный, он очищает полностью воду, он уходит на лампу ультрафиолета, с ультрафиолета он уходит на теплообменник. Они сейчас просто все закутаны, чтобы во время ремонта ни в коем случае не повредить ничего. Водичка нагревается у нас из теплообменника, она уходит уже в саму чашу бассейна. А раньше на этом месте был большой чан, где сотрудники бассейна размешивали реагенты и постоянно брали пробы. Сейчас ручной труд заменила станция дозации, которая четко определяет, сколько должно содержаться хлора в воде. Кроме бассейна также ведутся работы и в основной части спортивного комплекса. Полностью ремонтируют фойе, раздевалки, душевые и тренажерный зал. Будет обновлена система входа с помощью ручных браслетов. Полная перезагрузка позволит комфортно заниматься спортом всем жителям города и его гостям. По плану завершить ремонтные работы Дома физкультуры уже в сентябре этого года. Анна Шинкаренко, Максим Петровичев, Арктик ТВ. С 1 июня туристам, приехавшим, чтобы посмотреть особо охраняемые природные территории нашего региона, придется за это заплатить. Правительство Мормонской области приняло постановление, устанавливающее плату за посещение таких мест. Для жителей региона и ряда льготных категорий природные парки и заказники по-прежнему будут доступны бесплатно, но при наличии разрешения на посещение. Оформить документ можно на сайте Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мормонской области во вкладке «Посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения». Там же размещена информация о плате для граждан, не проживающих в Заполярье. Впоследствии эта услуга будет доступна на региональном туристическом портале. Вырученные средства пойдут на развитие инфраструктуры природных территорий для обеспечения комфортного и безопасного посещения. А нарушителям правил грозит штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей. А теперь про нарушения посерьезнее. Полярным районным судом вынесен приговор местным организаторам запрещенной в России. Экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Их наказали штрафом за деятельность, которую они подпольно осуществляли более 4 лет. В апреле 2017 года решением Верховного суда религиозная организация «Свидетели Иеговы» в России и входящие в ее структуру местные религиозные организации были признаны экстремистскими и ликвидированы. Однако двое жителей «Зато Александровск» вплоть до июля 2021 года продолжали незаконную деятельность. Причем действовали они методами современными, проводя богослужения и выступления посредством конференц-связи. Для проведения трансляций и собраний использовали живые помещения в городах Снежногорск, Полярный, Гаджиево и Оленигурск-8. Организаторы объединения также привлекали единомышленников к денежным взносам под видом добровольных пожертвований. Суд признал двух подсудимых виновными в совершении инкриминируемого преступления и назначил им наказание в виде штрафов общей суммой 850 тысяч рублей. Детская областная больница продолжает радовать маленьких пациентов яркими событиями в преддверии 1 июня, Дня защиты детей. В этот раз ребята могли прикоснуться к миру химии, повеселиться с клоунами, изучить пожарную машину, а также спеть знакомые всем песни из мультиков. Присоединилась к празднику и Мария Рябинкова. В детской областной больнице полным ходом идет предпраздничная неделя. То время, когда творческие и талантливые люди объединились в общем порыве отвлечь ребят от больничных будней. Единый волонтерский центр всегда очень рад поддержать инициативу простых северян. Вот эта идея Маши Максимовой сделать такую праздничную неделю, предпраздничную неделю, радостную неделю, которая поможет и психологически, и эмоционально разрядиться детям, которые находятся сейчас в стационаре областной больницы, объединив все волонтерские программы, организации, которые хотят помогать детям. Она вот сейчас воплощена в жизнь. Это очень здорово. Мастер-класс по пению, веселые старты с клоунами, изготовление волшебных палочек, а также научное шоу харизматичного весельчака-профессора. Детей ждала активная программа. Произошло? Нет. Ничего не произошло. Берем вторую бутылочку. Здесь жидкость какого цвета? Белая. Это белая, но мурная. А еще у маленьких пациентов была возможность почувствовать себя настоящим пожарным, примерить форму, подержать пожарный рукав и посидеть в машине спасателей. Представители образовательного проекта «Фабрика креативных медиа» приняли участие в организации двух дней программы. К ним присоединились участники проекта «Творческая весна», активисты единого волонтерского центра, сотрудники МЧС, представители центра добровольческих инициатив «Наше дело», служба сопровождения замещающих семей Кольского района, Центр социальной помощи и другие неравнодушные северяне. Нужно радовать детей. Особенно в таком непростом месте, где им не хватает домашних стен, им не хватает домашнего тепла. Уюта. Да, почему бы не порадовать ребят? Петь любят все, музыку любят все, и дети, и взрослые. Поэтому музыка всегда актуальна в любых стенах любого учреждения, поэтому мы рады всегда участвовать. Все свои активности волонтеры проводят бесплатно. А отдача, конечно же, есть. Да еще какая! Вот судя по той реакции детей, которую мы видим, вот все удалось. Потому что мы понимаем, что вот сейчас ребята видят лето только из окна больницы. И нам очень важно вот создать для этих ребят праздник, потому что от настроения зависит то, как быстро они будут выздоравливать. А это сейчас самое главное. По словам главного врача больницы, хорошее настроение всегда заряжает новыми силами и надеждой на лучшее. Как следствие, радостные дети быстрее идут на поправку. Поэтому двери медицинского учреждения всегда открыты для новых идей, проектов, волонтеров. И не только по праздникам. Мы с большим удовольствием готовы предоставить нашу площадку для проведения всевозможных таких подобных мастер-классов и в дальнейшем. Не обязательно это должно быть какому-то большому празднику, потому что дети находятся у нас круглогодично, без выходных. И поэтому, конечно, в праздники особенно хочется, но и в будни, я думаю, что нужно помнить о том, что всегда есть те дети, которые очень ждут положительных эмоций. Впереди ребят ждут не менее насыщенные дни. Игровые программы, арт-квест, разнообразные вкусности и много поздравлений. А как иначе? Мария Рябинкова, Данила Клепиков, Артик-ТВ. Традиционный инженерно-технический конкурс состоялся в Доме творчества Снежногорска. Робот-турнир имени Павла Стеблина, одного из руководителей судоремонтного завода «Нерпа», объединил более 30 юных конструкторов и программистов. Одно нажатие кнопки на компьютере и запускается зрелищный процесс состязания двух роботов. Программа технического устройства прописана так, что оно перетянуло противника на свою сторону при помощи каната, которым служит специальный провод, закрепленный на корпусе каждого из роботов. Раз за разом победу одерживает конструкция Тани Смельцовой. Он очень сильный, но очень медленный. Он побеждает самых быстрых роботов без червячной передачи. Юный инженер Татьяна уверяет, что именно червячная передача позволяет ее роботу быть таким тяговитым. Эта деталь конструктора снижает скорость вращения, при этом достигается значительное увеличение крутящего момента. Такой механизм весьма неплох при перетягивании каната, что и позволило юной участнице стать лидером в номинации. Что касается, например, дисциплины сумо, где задача робота вытолкнуть соперника за пределы круга, то ставку участники делают не только на технические фишки, но и на форму конструкции. Чтобы скорость была большая, чтобы мы не могли подпереть тебя снизу, и чтобы ты перевернулся. Еще чтобы была хорошая защита. Увы, машина Максима оказывается слишком легкой для этого соперника тяжеловеса. Есть над чем потрудиться к следующему турниру. А пока свои фантазийные проекты в техническом соревновании имени Павла Стеблина защищают малыши перед серьезным жюри. Инженерами с многолетним стажем работы в области судостроения и судоремонта. Подготовка к турниру была сложнейшей, пришлось продумывать мельчайшие детали. Например, дошкольники из 8-го детского сада Снежногорска уверены, что доставлять материалы из цеха в цех в будущем будут при помощи дронов. А транспортировкой крупногабаритных частей судов и персонала займется машина на робовеслах. На самом деле дети дают большой толчок. И на самом деле от них многое, что берем мы. То есть на какие-то их малейшие фантазии мы начинаем развивать, воплощать. То есть наша задача, в общем, помочь даже воплотить. Не столько даже придумать, сколько воплотить. И это первое место в номинации «Лего-проект». Довольно новым направлением для классического робо-турнира Дома детского творчества «Дриада Снежногорска» стало дефиле роботов, где, как и во всех категориях состязания, определили победителей и призеров. В Мормонском государственном техническом университете состоялась торжественная церемония награждения призеров многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». Об успехах школьников региона расскажем далее. Школьная олимпиада «Звезда» – одна из наиболее популярных в области инженерии. Её цель – привить подрастающему поколению интерес к научно-исследовательской деятельности, а заодно повысить внимание молодёжи к техническим специальностям. Те кадры, которые она позволяет выявить, те талантливые дети, которых мы сегодня будем награждать, вполне возможно в будущем придут на наши промышленные предприятия и займут там достаточно хорошие должности, потому что те задачи, которые они решают на протяжении четырёх часов в заключительном этапе, это достаточно сложные задачи, которые разрабатываются специалистами из реального сектора экономики. Помимо основного направления техника и технологии, учащиеся с 6 по 11 класс могли проявить свои знания в области естественных наук, истории, экономики, психологии, права и не только. В этом году в нашем регионе 11 призёров интеллектуального состязания, 6 по русскому языку, 2 по обществознанию и 3 по основному профилю. Теперь у отличившихся ребят будет преимущество перед другими абитуриентами при поступлении в ВУЗ. Олимпиада «Звезда» внесена в перечень Олимпиад, утверждённых Минобранауки России. И это говорит о том, что если ребёнок, сдавая ЕГЭ по профильным предметам физика либо математика, набирает 75 баллов и выше, они автоматически округляются до 100 баллов. Плюс есть вузы-партнёры данной Олимпиады, они есть по всей стране, которые предлагают свои условия для поступления. Кто-то льготные условия поступления, а кто-то принимает и без вступительных экзаменов. И также есть, конечно же, предприятия, которые тоже поддерживают именно призёров и выпускников данной Олимпиады. А вот Иванову Максиму ещё не скоро сдавать ЕГЭ. В свои 12 лет он мало задумывается о будущей профессии, но уже сейчас к учёбе относятся серьёзно. Когда учительница по русскому языку предложила ему поучаствовать в Олимпиаде, он недолго раздумывал, а по итогу стал бронзовым призёром на всероссийском этапе. Решать было, конечно, очень сложно. Были задания многие, которые мы проходили и в шестом классе, и в пятом классе, и даже в начальной школе. А некоторые задания были даже связаны там с историей. Надо было какое-то слово заменить на новое слово. Там было старославянское, и надо было его на русское, которое сейчас заменить. И надо было только догадываться. Ну а так, в принципе, задания были решаемы. Но как-то так получилось всё. В стенах МГТУ в торжественной атмосфере ребятам вручили дипломы от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и подарки. Чтобы лето принесло лишь радость, Александровские специалисты напоминают о необходимости соблюдения простых, но важных правил противопожарной безопасности. План по предотвращению несчастных случаев в летний сезон не только разработан, но и уже реализуется специалистами Госпожнадзора. Золотое правило о том, что беду легче предотвратить, доказано позитивной статистикой. Год от года пожаров, ставших следствием детских игр или происшествий, при которых травмируются малыши и подростки, зато Александровск не становится больше. Обучению их необходимым навыкам не только в области пожарной безопасности, а также при чрезвычайных ситуациях различного характера. И вместе с тем формированию культуры безопасного поведения. Напомнить о несложных правилах можно и нужно взрослым. В период летних каникул зачастую дети остаются без контроля и присмотра. Важно раз за разом проявлять бдительность, не забывая о разговорах с ребёнком. Пусть даже это кажется ему лишним, ведь информация повторяется. Но в ответственный момент заученные слова непременно вызовут верный порядок действий. Кроме того, за поступки несовершеннолетнего отвечать придётся родителям. Причины возгорания зачастую оказываются сжиганием мусора и шалость детей с огнём. Хотелось бы напомнить, что лица виновная в нарушении правил пожарной безопасности в зависимости от характера нарушений и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. В ближайшее время запланировано проведение профилактических визитов на объекты, где будут организованы детские лагеря, в ходе которых наши сотрудники уделят большое внимание в работоспособности систем пожарной автоматики, состоянии пути эвакуации, наличию и исправности первичных средств пожаротушения. В это же время с ребятами проведут совместные акции и организуют беседы, чтобы лето стало по-настоящему безопасным. На этой неделе с 31 мая по 4 июня Ковдор посетит спецпроект для Крайнего Севера «Нордическая выставка» от компании «Союз импортеров». Дизайнерские коллекции высокотехнологичной зимней демисезонной летней одежды и обуви от ведущих производителей Европы и Северной Америки уже примерили многие жители. Очень многие магазины, например, европейской одежды, закрылись. Покупатели лишились возможности приобретать брендированные вещи. Но благодаря принятому закону о параллельном импорте «Нордическая выставка» имеет возможность не только возить одежду международных брендов, но и продавать ее по более низкой цене. Ацент делаем именно на коллекцию весна-лето. То есть это представлены облегченные ветровки немецкого и чешского качества, как укороченные, так и удлиненные, и демисезонные пальто и куртки. Также про зиму мы не забываем, у нас на зиму максимальная скидка – это 70%. Также при покупке зимней куртки, пуховика или дубленки идет дополнительная акция «Обувь-подарок». Мужские куртки и дубленки европейских и североамериканских брендов – отличный выбор для нашей погоды. А модных женщин представленные модели не только согреют, но и подчеркнут их красоту. Основной акцент сделан на весенне-осеннюю коллекцию кожаных курток из кожи буйвола, оленя и лося, немецкие чешские ветровки и итальянские пальто, а также демисезонную и зимнюю обувь со скидкой до 70%. Увидела рекламу, пришла, подобрала себе пальто с оболем. Такое очень легкое, на пуху, мне очень нравится. Цена адекватная. Очень люблю, в принципе, европейскую моду. И сейчас, наверное, с этим будут трудности, поэтому была рада, что приехала выставка. Спецпроект «Нордическая выставка» ждет всех жителей Ковдора с 31 мая по 4 июня включительно с 10.00 до 20.00 по адресу улицы Победы, 8, бывший магазин «Бонус». И на этом у нас все. Больше новостей смотрите на нашем сайте arctic.dfistv.rf и в официальной группе телеканалов в социальной сети ВКонтакте. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В четверг 1 июня ночью температура по области составит от 0 до плюс 8. Днем в Мормонске и Североморске плюс 7. Ветер северный до 10 метров в секунду, небольшой дождь. В Никеле и Мончегорске плюс 6. В Апатитах также плюс 6. В Ковдоре 5 градусов выше 0. В Кандавакше полярных зорях 6 градусов со знаком плюс.